Может ли душа умершего проходить в дом, в котором она жила раньше? И могут ли умершие души общаться между собой и выходить на контакт? Прежде всего, смерть – это не конец. Это переход из одного мира в другой. Да, наше тело уходит под землю, смешивается с землей и исчезает. Однако душа, она переходит в другой мир, именуемый как барзах. И находясь в этом мире, конечно же, шансов, чтобы выйти на контакт с этим миром нет. Однако, по некоторым риваятам мы все же можем получить информацию от потустороннего мира. Я читал в книге Ибн-Ул-Кайяма, если не ошибаюсь, книга «Рух» называлась. Тема касалась мертвых, а точнее их душ. И согласно этому, будет неправильным обобщать. Однако, в общем, в этой книге говорилось, что будет два типа душ в барзахе. Первое – это душа неверующего, которая будет испытывать наказание. Также верующего, однако, за то, что он был грешником. И они будут подвергаться наказанию вплоть до Судного дня. И по причине их наказания, конечно же, они не смогут входить друг с другом в контакт. Они будут словно в тюрьме и не смогут никуда уходить. Однако, им будут передавать информацию о грехах его семьи, потому что это тоже своего рода, как наказание. Однако, те рабы, которые при жизни имели высокую степень духовности, те, которые прожили дунью с достоинством поклонений и подчинений Всевышнему Аллаху, и также то, что они не будут испытывать мучения в могиле, соответственно, они будут свободными, они будут встречаться друг с другом. И даже в определенное время, в ночь четверга на пятницу, либо же в пятницу, они смогут навещать свои дома, и он будет радоваться тому, чему радуется его семья. Есть хадис, который передается от Абдуллаха ибун Мубарака, что, когда человек идет в потусторонний мир в барзах, души, которые будут вокруг, они придут к нему, и они начнут задавать ему вопросы, откуда он пришел, знал ли он, что это его ждет. Также они будут спрашивать, видели ли они того или иного человека, и на ответ то, что это только между ними. Те души, которые спрашивали, они разочаруются, потому что, раз он не здесь, значит, он оказался из числа тех, которые подвергаются наказанию в могиле. Подытоживая, скажу, что да, души могут встречаться друг с другом, они могут быть в диалоге, они смогут посещать свои дома. Однако мы не можем сказать, то есть обобщать, что все, что мы говорили, касается всех душ. Более важным было бы для нас задуматься о том, что мы можем сделать, прежде чем вообще попасть в иной мир. Также и для близких нас людей, те, которые попали в иной мир, что мы можем для них сделать. Это важно. И как передано в хадисе, умерший подобен тому, кто нырнул в море, и он ищет за что бы ухватиться, чтобы не утонуть, и он ищет хоть какой-нибудь подарок из мира живых. Потому что также в одном из хадисов передается, что когда человек попадает к Ахлюль-Кабр и дает им салям, люди из числа обитателей Барзаха станут говорить, вы из той категории людей, вы не знаете ничего про этот мир, но можете совершать дела. А мы же из той категории. Мы убеждены уже в этом мире, потому что сами все увидели, но нет возможности совершать дел. Поэтому в предыдущих программах мы тоже говорили, чтобы люди отдавали садака, совершали благодеяния и передавали награду умершим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!